Здравствуйте! В эфире экономическое обозрение. В еженедельной программе мы анализируем новости и события из экономической жизни страны и региона. Сегодня в центре нашего внимания оказались следующие темы. Еще больше свободы для деловой инициативы. Количество проверок бизнеса заметно сократится. Президент подписал указ номер 376. Особенности работы ремесленников по новому указу номер 364 на этой неделе в ходе брифинга разъяснили специалисты. Ремесленник имеет право рекламировать с использованием глобальной сети интернет свою продукцию. В Гомельском государственном техническом университете имени Сухова организовали стартап-школу. На протяжении пяти дней известные бизнесмены Гомеля устраивают здесь свои мастер-классы. А теперь об этом и не только подробнее. Еще больше свободы для деловой инициативы. Количество проверок бизнеса заметно сократится. Документ из целого пакета новаций, направленных на раскрепощение деловой инициативы. Некоторые были одобрены ранее и вот сейчас подписан указ номер 376. Он предусматривает уход от системы плановых проверок и усиление профилактической работы контролеров. Проверять то или иное предприятие инспекторы будут выборочно. Только при наличии комплекса оснований. Перечень госорганов, которые будут уполномочены проводить проверки, значительно сократят. Указ предусматривает, что деятельность субъекта может быть приостановлена только в судебном порядке. При этом руководитель предприятия, который не устранит нарушения, будет нести полную ответственность. Вплоть до уголовной. А если грубое нарушение допустит контролер, его ждет административная ответственность. Особенность работы ремесленников по новому указу номер 364 на этой неделе в ходе брифинга разъяснили специалисты. Они напомнили, что теперь к ремесленничеству относятся все виды творчества, которые осуществляются на основе ручной работы. Уточнены места и способы реализации продукции. Ремесленники смогут продавать изделия непосредственно в мастерских, доставлять и пересылать товары покупателям. А еще рекламировать свою продукцию, в том числе в интернете. Если раньше 225 указом было предусмотрено, что физическое лицо ремесленник имеет право реализовать свою продукцию либо на торговых местах на рынках, либо в иных местах, установленными местными органами власти, то в настоящем указе определено, что помимо этого физическое лицо ремесленник имеет право рекламировать с использованием глобальной сети интернет свою продукцию и реализовывать ее в дальнейшем путем почтового отправления, в том числе международного почтового отправления, либо непосредственно доставки физическим лицам этой продукции, независимо от вида транспорта, на котором будет осуществляться доставка. Это существенное изменение, которое в принципе ждали очень ремесленники, потому что не всегда было удобно осуществлять такую деятельность непосредственно на торговых местах на рынке. Самое, наверное, важное нововведение – именно возможность размещения рекламы в интернете. Раньше, чтобы продать изделия за границу, надо было отвозить их в Минск для дальнейшей продажи через специальный сайт. Наконец-то мы можем и начать продавать свои работы куда-то за рубеж, потому что вот это тоже было одной из такой большой проблем для наших ремесленников. Вот так представлены картины Анастасии Шабалтес, художник. У нас почему-то в Беларуси художники не востребованы, чтобы хотя бы хватало на хлеб, скажем так. Порой сидят совсем-совсем туго, а вот за рубеж, да, и когда уже начнет действовать указ, и наши ремесленники смогут продавать свои работы за границу, потому что и картины, и даже вот наша бережная кукла, которой я занимаюсь, береговая кукла, за границей она более востребована, чем у нас. То есть как-то там они более ценят. Остальные условия для ремесленников не изменились. Сбор по-прежнему составляет одну базовую величину. И платить его надо в конце декабря на год вперед. Все новации начнут действовать с 12 января. После официального вступления в силу нового указа. Кстати, сейчас в Гомельской области ремесленничеством занимаются свыше 2700 человек. Сумма сбора от их деятельности с начала года почти достигла 70 тысяч рублей. Заместитель министра по налогам и сборам Светлана Шевченко разъяснила порядок уплаты единого налога для физлиц при деятельности без регистрации ИП, передает Белта. Граждане, которые изъявили желание заниматься деятельностью по заявительному принципу, до начала ее осуществления должны уплатить налог. Как правило, это делают ежемесячно. По желанию можно заплатить за квартал или на год вперед. Если налоговые органы установят факты занятия деятельностью по заявительному принципу без уплаты налога, то изначально выносится предупреждение. А вот впоследствии налог уплачивается уже в пятикратном размере. Базовые пределы ставок установлены указом номер 337. Вся необходимая информация размещена на официальном сайте Министерства по налогам и сборам. В продолжение темы. В Беларуси изучается вопрос предоставления определенным категориям самозанятых граждан возможности формировать свои права в области социального страхования. Сейчас те, кто осуществляет деятельность без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, не подлежат социальному страхованию. Этих категорий просто нет в соответствующем законе. Поскольку по указу номер 337 о регулировании деятельности физических лиц расширяется перечень видов деятельности без регистрации в качестве ИП, государственные органы изучают вопрос предоставления таким гражданам возможности формировать свои права в области социального страхования. Изучается и мнение общественных организаций. Проект соответствующего документа направлен на рассмотрение заинтересованным госорганам. Его принятие возможно в этом году или в следующем. Напомню, социальное страхование есть обязательное и добровольное. Обязательно распространяется на тех, которые работают по трудовым или гражданско-правовым договорам, если одной из сторон является юридическое лицо. Подобязательно подпадают индивидуальные предприниматели, некоторые другие категории граждан. Право участия в социальном страховании предоставлено творческим работникам, ремесленникам, занятым в агротуризме, а также работающим за границей. Они могут зарегистрироваться в фонде социальной защиты населения и уплачивать взносы, тем самым формируя свои права в области социального страхования. В продолжение темы развития и поддержки самозанятости и предпринимательства. Гомельский технопарк, почти все университеты, бизнес-школы и бизнес-сообщества. Все активно выявляют и поддерживают молодежь, которая стремится основать собственное дело, не боится экспериментов, обладает оригинальными идеями и нестандартным мышлением. В Гомельском государственном техническом университете имени Сухова организовали стартап-школу. На протяжении пяти дней известные бизнесмены Гомеля устраивают здесь свои мастер-классы. Не просто получить работу, а самое главное создать эту работу. Вопрос сегодня встает так, что государство не может обеспечить всех желающих рабочими местами, но оно дает возможность эти места создать, самому проявить себя, ну и по крайней мере помочь родственникам, друзьям и так далее. То есть вот под таким углом зрения и идут эти все мероприятия. Около ста студентов, пришедших на встречу, не только с увлечением слушали ораторов, но и задавали абсолютно взрослые и глубокие вопросы. Например, как не прогадать с идеей, которая на первый взгляд кажется очень удачной? Какие ошибки в своей бизнес-карьере допускали предприниматели? Нужны ли специальные знания, чтобы основать собственное дело? Оксана Шевченко, спикер одной из встреч стартап-школы, в бизнесе 12 лет. Она не только первоклассный оратор, но и досконально знает, как идти по извилистой дороге современного бизнеса и меньше спотыкаться. Именно сознание того, что, что бы ты ни делал, работая на кого-то, либо работая на себя, ты делаешь все равно ровным счетом одно и то же. Ты развиваешь либо себя на своем предприятии, либо другого человека. То есть ты делаешь ровным счетом ту же самую работу, а, возможно, и больше на кого-то, чем если ты бы работал на себя. Осознав эту мысль, каждый должен понять, что все равно работать ты меньше не будешь. Вопрос, на кого ты будешь работать и кого ты будешь развивать, себя или другого человека. И последняя новость выпуска. 26 и 31 октября фонд Гомель обл. имущества проведет аукционы по продаже неиспользуемого гос. имущества. На торги выставят 19 объектов, расположенных в пяти районах области и в Гомеле. Больше всего лота в Светлогорском районе и в областном центре. Три объекта расположены в Ельском районе, по одному в Реческом, Жлобинском, Мозырском. Подробную информацию можно узнать по номерам телефонов Гомеля 70 38 49 или 70 36 43. На этом у меня все. До встречи.